Да, очень здорово. Митя, большое спасибо тебе, что ты согласился поучаствовать в тече. Какие у кого вопросы? Если не раскачались, у меня есть. У меня вопрос, как ты вообще оцениваешь применимость этого мета? Насколько часто им сейчас пользуются в разных областях, не только в экономике? Вот. А второй вопрос, вот ты сказал, что идея вашей статьи объединить алгоритмы и показать, что как вот единый подход некий выработать. Как ты оцениваешь перспективы разработки некого автокоза? В принципе, то есть вообще, когда мы пытаемся, в принципе, автоматически определить, какой метод подойдет под какой-то любой кейс. Ну, конечно, давай по очереди. Первый вопрос, насколько, мне кажется, применимо. Ну, надо понимать, что, это, наверное, связано со вторым вопросом, что есть совершенно разные, разного рода задачи. То есть, когда мы придумывали там свой метод, он был придуман для определенного, для определенного класса задач. И это задачи, которые мы часто видим в академической экономике, все-таки, как бы, академические экономисты, но и достаточно часто видим в индустрии. То есть, это задачи, когда есть какие-то вмешательства, эти вмешательства могут быть на обычном, на каком-то глобальном достаточно уровне, и стандартные методы экспериментальные не работают, и нет каких-то хороших инструментов для того, чтобы считать эффекты. Но эффекты считать надо. То есть, если у экономистов часто, академических, у них есть выбор, что считать, они могут решать задачи, которые им нравятся. То есть, если ты работаешь в компании, тебе сказали посчитать эффект маркетинг какой-нибудь компании, то надо пойти посчитать. И примерно в таких ситуациях мы разрабатывали эту штуку. И мне кажется, что, в принципе, ну, скажем, все, кто использует пакет Google от Google, типа Cose of Impact, как бы, как бы, welcome to use our method instead. Ну и в целом, то есть, как бы мы знаем, что на самом деле это происходит. Мы опять больше знаем, скорее, про академическую часть, потому что там, как бы, мы наблюдаем прикладные статьи, которые это используют. Но и вроде как, в практической части тоже людям это нравится. Отвечая на вторые вопросы, продолжаю, на самом деле, отвечать на первые. Ну, я не очень верю в какую-то авторитизацию этого всего. Ну, во всяком случае, пока мне... Потому что основная... Ну, тут есть два момента. Один очень практический, другой теоретический. Теоретически в Computer Science есть такая замечательная теорема, которая называется... Очень приятно для экономистов. Она называется No-Free-Large Theorem, которая говорит о том, что, если вы возьмете какой-нибудь метод, то для него всегда найдется задача, для которой он самый лучший, и всегда найдется задача, для которой он самый плохой среди всех общих, который можно было придумать. И поэтому верить, что есть какой-то универсальный способ отвечать на causal inference вопросы, ну, мне кажется, что такого в принципе и будет. Другой вопрос, другой момент. Можем ли мы разрабатывать более качественные алгоритмы и понимать, в каких ситуациях их использовать. В этом я абсолютно уверен. То есть вот в этой презентации, если говорить о процентаре Gryffindive, то он как бы применим в определенных, там, то, что я называл блок-дизайн, если говорить про другой алгоритм, который я быстро проскочил, про matrix-completion, то он, например, применим более-менее к generic-designs, то есть может быть, что как угодно выглядит эта матрица, где у вас какие-то пропуски стоят, и можно делать matrix-completion, но у него есть как бы другие тонкие моменты, которые как бы нужно учитывать. Но в принципе он такой более general algorithm. И вот понимание, когда, вот как работать для разных, в разных ситуациях, что использует в разных ситуациях, это то, что люди, собственно, про это статьи сейчас и пишутся. То есть есть такая некоторая даже классификация в головах у людей, что есть ситуация, когда блок какой-то один был подвергнут влиянию, какому-то есть ситуации, когда происходит то, что по-английски называется staggered adoption, когда сначала кто-то один применяем, когда он в одном месте применяется, какая-то вещь потом в другом, в третьем как бы такая треугольная структура по времени. Все больше и больше людей что-то используют, и мы хотим понять, как это оценить этот эффект. И в принципе пока то, что мы видим, это же для каждого из этих случаев придумывают что-то свое, что-то очень похожее, что-то как бы основа каких-то похожих идеях, но все равно как бы специализированные алгоритмы. Увидим ли мы, что как бы есть какой-то общий фреймворк, который можно использовать для всего, посмотрим, я не знаю. В этом как бы какая-то академическая такая цель попробовать его придумать. Может получиться, может нет. Ну это примерно так же, как ситуация с арт-эмэлем, наверное. А вот ты еще произнес, что про пакет causal impact от узла, ну действительно его периодически используют в каких-то задачах, он там относительно известен. А можно как-то, не знаю, сказать, что основные вот отличия, как бы преимущества synthetic difference and difference относительно вот causal impact или в каких-то разных ситуациях, какой лучше-то способ применять. Ну это хороший, спасибо, да, это хороший вопрос. На самом деле мы, ну, сами я не думаю, что мы сравнивали, даже уверен, что мы не сравнивали конкретно с causal impact. Я знаю, что были люди в гугле, которых сравнивали, и вроде как на тех симуляциях, которые они использовали, на тех, которые они использовали, synthetic difference and difference выглядят предпочтительнее, насколько ясно. Но в целом за causal impact, он такой выглядит, как generic метод, но за ним тоже стоит определенная модель. Эта модель имеет смысл, так же, как и за нашим методом тоже стоит некоторая модель. За нашим методом стоит чуть более общая модель, и мы как бы чисто формально показываем, что в рампах этой более общей модели все работает хорошо. Плюс, как бы, то, что мы делаем, это позволяет лучше, как мне кажется, учитывать ситуации, когда у вас довольно много людей в treatment группе, довольно большая контрольная группа, вы хотите как-то использовать эту информацию. как бы, как бы, козовый impact был придуман, скорее, как метод прогнозирования, вот, тем не менее, там, не знаю, один штат или одна страна, там, или один продукт, мне надо для него создать конкретную группу, и вот, как бы, вперед я буду это делать. Но, в принципе, как бы, все хорошо, все эти методы хороши, а важная вещь, которую я не сказал в этой презентации, но которая имеет практическое значение, это то, что большой плюс этих всех методов в том, что на самом деле это во многом prediction methods, то есть они предсказывают, как должно было быть, мы заменяемся imputation, предсказанием того, что было бы, если бы не было intervention, и как бы, поэтому достаточно легко понять, хорошо, как бы, достаточно легко понять, что они плохо работают, то есть нельзя понять, что они будут хорошо, потому что, ну, как бы, это нерешаемая задача, можно понять, что они работают плохо, или, по крайней мере, понять, какое работает хуже, чем другой, один метод лучше или хуже, чем другой. Для этого используется то, что по-моему называется Plasibo Stiles, то есть мы берем, у нас intervention произошел, не знаю, 1 мая, мы притворяемся, что он произошел 1 апреля и пытаемся предсказать данные в апреле и сравниваем их с настоящими данными, потому что мы знаем, что в апреле ничего не происходило. И любой из этих методов, что Козовый импакт, что Сидотик Диффидив, что обычный Диффидив, что какой угодно другой, его можно использовать для этой цели. И дальше можно просто посмотреть, какой метод предсказывает лучше. И это на самом деле была одна из наших изначальных мотиваций. Мы просто взяли данные и посмотрели, какой метод предсказывает лучше, и оказалось, что мы предсказываем значительно лучше, чем то, что люди используют на практике. Для какой-то конкретной задачи это может быть совершенно не так, нет никаких гарантий, как я уже сказал, новый Freelunch Theorem есть, который говорит, что каждый метод может быть лучшим. И поэтому нужно брать данные и смотреть. И большой плюс этого всего, что на самом деле так можно делать. Можно брать данные, смотреть, хорошо работает или нет, и дальше выбирать тот, который хорошо работает. Написано на питоне, если что-то подобное написано на питоне. На питоне ответ я не знаю. Я думаю, что какая-нибудь вещь типа козовая пакетная, конечно, может быть написана на питоне. Аргумент страшный, но здесь разные, наверное, у людей есть разные предпочтения. Но мы не будем писать пакет на питоне, это я точно говорю. Мы скорее напишем пакет для экономистов на статье, который никто в индустрии никогда не будет использовать, но выраженный в академической среде. А так, да, у нас есть реализация в R, и у других есть реализация в R. В принципе, как бы, еще раз, сам алгоритм совершенно несложный. То есть если, знаете, как имплементировать квадратичную оптимизацию с линейными ограничениями, то после того, как она имплементирована, как бы ничего делать не надо. То есть раз, два, одна оптимизация, вторая оптимизация, дальше посчитать несколько средних. Поэтому все, в принципе, реализовать на любом языке достаточно несложно. Есть ли у вас примеры кейсов в индустрии? Ну, я, у меня своих примеров, в том смысле, что я бы их решал, их нет, потому что я не работаю в компании, да. Ну, как бы, такой generic кейс, где это используется, это как бы используется для любой маркетинговой компании, например. Если у меня проходит маркетинговая компания, которая затрагивает какой-то продукт или какую-то конкретную аудиторию, то оценивать эффект этой маркетинговой компании приходится примерно чем-то подобным. Это такой стандартный случай. Более хитрый случай, это, наверное, какие-то структурные изменения в дизайне, которые мы, например, хотим сделать в каких-то регионах, а дальше понять, как они влияют на то, что происходит, и распространить их на всю оставшуюся популяцию. Вот это тоже такое бывает. Но опять, это как бы за practical cases, это скорее не ко мне, это нужно звать за людей из тех компаний. Про маркетинговые компании хотел спросить. Часто бывает ситуация, что одного пользователя трогают несколько разных компаний в разное время, и получается, что у нас несколько разных воздействий, и в этот метод это так не запихнешь, потому что воздействия разные. Да, абсолютно согласен. И, конечно, опять, можно бесконечно придумывать себе проблемы. То есть мы понимаем, что часто много чего происходит в мире, часто сложно сказать, что вот есть один глобальный шок, который произошел, а больше ничего не произошло. Частично можно думать про то, что если у вас одна маркетинговая компания была не особо скоррелирована с другими маркетинговыми компаниями, то мы как бы можете все равно это использовать. То есть все вот эти остальные эффекты, они оказываются вот в этой матрице L, которая есть. То есть основное предположение, которое, если говорить про что-то типа идентификации, то есть какая основная логика такая, почему мы можем что-то посчитать, основное предположение звучит в том, что в тот момент, когда мы видим какое-то наше влияние, не происходит ничего еще, еще чего-то, прям вот этот же самый момент, что влияет конкретно на тех же индивидуум, что и наше воздействие. Если это происходит, то понятно, что ничего хорошего не может, что ничего мы никогда не посчитаем. Если у меня одновременно произошло два события, которые повлияли на одних и тех же людей, то как я могу понять, как я могу разделить эффект этих событий? Ну никак. Ну, соответственно, поэтому это нерешаемая задача. Но если они происходят, например, не одновременно, ну это может, да, можно оценить их совокупный эффект, но в том смысле, что как бы разделить их, то есть они как бы существуют из наших данных как одно антицеп, да, то есть мы никогда не сможем их разделить. А если они трогают как бы пересекающийся, но не идентичный набор пользователей и по времени как бы не одновременно, что лучше использовать, чтобы их как-то разделять? Ну, если они трогают не пересекающийся набор и по времени одновременно, И мы знаем, например, когда одно происходит берголит, на самом деле это вполне укладывается в парадигму, которая, например, за тем методом, которым я сейчас представил. Потому что основное предположение заключается в том, что есть вот некоторая такая структура, которая описывается в этой матрице L. Что такое матрица L? Это матрица, которая хорошо аппроксимирована матрицей небольшого ранга. А это значит, что как можно думать про любую матрицу небольшого ранга? Это как бы произведение всегда какой-то вещи, которая идет по времени, то есть в данном контексте, да, по времени, какой-то компонент, который двигается фактором времени и фактор, который меняется по индивидууму. И вот если есть, как бы эти факторы, они могут быть, например, этими факторами, которые меняются по времени, могут быть другие какие-то агрегированные шоки, это могут быть другие компании, что-то еще. И они могут влиять на индивидов, да. Но если они влияют на как бы индивидов по-разному и между собой, и не одинаково, не совсем идентичны с той компанией, которая нас интересует, то мы, в принципе, можем, соответственно, использовать. Я видел комментарии про разделить трафик, это, видимо, как бы, когда мы можем это делать экспериментально, наверное, или можем контролировать, когда кто подвержен воздействию в планете. Но такое не всегда, к сожалению, можно сделать. Иногда, например, поправлюсь и включим. Окей, спасибо. Да, я упоминал Амазон, презентация в Амазоне, используют, насколько я знаю, насколько я знаю, синтетик Трифундеф. Но я не работаю в Амазоне, поэтому я не могу ничего сказать про конкретную деталь, как там это делать. Вопросов по данной презентации нет больше. У меня еще, я бы задала вопрос из канала, из нашего обсуждения, которое возникло после доклада Филиппа Картаева, про инструменты. Вот, Миш, допустим, расскажешь, насколько совместим применение метода инструментарных переменов с такими штуками, как регуляризация. Совместимо или перспективно? Я просто не слышал. Ну, насколько совместимо вообще? А, совместимо? Да, конечно. Отличный вопрос. Значит, здесь есть два ответа. Ну, первое, что про инструменты можно... Ну, то есть это как бы тема отдельная, такой большой, как у презентации. На самом деле у нас есть проект с одним из моих коллег про то, что... Ну, то есть он пока больше в проекте, про то, чтобы написать как раз про эту статью. Но идейная ситуация говорит так. Да, есть очень хорошо разработанная и понятная структура в ситуациях, когда инструменты — это что-то типа там какой-то binary treatment. И вот мы хотим посчитать... То есть у нас есть binary instrument, который влияет на binary treatment. И дальше как бы оценка мета-инстандартных переменных — это просто там, не знаю, два, две... Считается, две оценки стандартные, и одна делится на другую. Вот. Это такая стандартная, на самом деле, ну, чисто там алгоритмически и статистически не очень интересная ситуация. Дальше бывает две разных ситуации. Дальше, как бы, два разных обобщения. Одно обобщение — это тогда, когда мы верим, что у нас и наши инструменты, они valid, только если мы контролируем на большое количество дополнительных переменных. Такое в жизни бывает достаточно редко, но, наверное, можно найти ситуацию, когда это бывает. Это действительно разумное предположение. В этих случаях можно использовать все те же самые методы, фэнси-методы, которые используются для стандартных оцениваний treatment effects, там, условно, double-robust, все что угодно. Ну, просто надо, как бы, оценить, там, один эффект. Ну, то есть, как бы, я не знаю, как Филипп рассказывал про это, но идея, грубо говоря, нужно мудро оценить числитель, можно мудро оценить знаменатель и одно подцелить на другое. Вот. Это, ну, как бы, там можно придумать и использовать регуляризацию, и что угодно. Значит, ну, опять, это в ситуациях, когда инструмент, потому что это простое, и treatment – это что-то простое. В ситуациях, когда нам интересны, например, влияние, такой вещь, как continuous treatment, да, то есть у нас мы, например, оцениваем спрос, и нам интересно, как бы, оценить спрос. И мы такие, окей, как бы, нам оценить спрос. Спрос – это, как бы, зависит от цены. Цена – это не мебинарная характеристика. Нам интересно оценить на кого-то весь. Но мы знаем, что цена – это вещь интогенная. Например, мы не можем там манипулировать легко. Ну, у нас есть какие-то инструменты для того, чтобы это делать. Вот это такая задача достаточно сложная, как оказывается. и хорошо ее никто решать не умеет, и это как раз то место, где можно использовать, можно использовать какие-то более умные machine learning штуковины, чтобы это оценить. Вот. Есть несколько работ на эту тему. Есть такой товарищ Мэтт Тейди. Он сейчас в ВИПе в Амазоне. То есть он был профессором в Чикаго Бус. Я могу попробовать найти. Он был профессором в Чикаго Бус, а потом ушел в Амазон. И вот он разрабатывал как раз... Вот он как раз разрабатывал разные методы. Сейчас я скину ссылку на его просто сайт. Вот. То есть вот... Ну, есть сайт. И вот у него там есть... Сейчас, как я... Вот тут. Вот. И этот сайт, в нем есть разные статьи. Например, там есть статьи про то, как использовать deep learning, для того, чтобы... Как совместить deep learning с instrumental variables. И я так думаю, что... Насколько я помню презентацию его, это было прямо напрямую связано с теми задачами, которые они решали в Амазоне. И это один из способов. Мы пытаемся... Если мы соберемся писать статью, то у нас будет немножко другой способ, как это делать. Но вот это как бы такая тоже интересная тема. И о ней можно тоже думать. Это был длинный ответ на вопрос. Прямо именно то, что нужно. Мы как раз обсуждали стремление, да, вот это вот формализирование спроса. Думали там, типа, каким инструментом можно к цене подобрать. Ну, да. Но там как бы надо понимать, что это не просто какие инструменты подобрать к цене, но скорее даже алгоритмически про то, как это делать в ситуации, где мы хотим оценить что-то сложное. То, что оценивает функцию спроса, это не просто оценивает там treatment effect, да, это не оценивает там как бы разницу двух вещей. И обычно у тебя много всяких вещей, которые ты думаешь, что могут быть в каком-то смысле инструментами. Они, может быть, не очень хорошие, но тут хочешь их как-то использовать. И вот, соответственно, вот они это все пытаются делать. Такой маленький вопрос. Когда вот ты рассказывал про методы, методы там более генерик, это имеется в виду более именно за общего случая, правильно? Ну да, да. Я имею в виду, что есть методы, которые придумали в очень специальных ситуациях, а есть методы, которые можно... Ну и как бы в принципе, вообще говоря, так более если глубоко об этом думать, абстрактно, то разница между всеми стандартными историями, которые там рассказывают, когда рассказывают что-то про causality, они обычно там в... в... cross-sectional data. И методы, которые там описываются, они очень как бы general, основаны по каких-то больших идеях, типа контролируем. Вот у нас там набор методов, когда мы контролируем инструментальные перемены, другой набор методов. Или там RDD, regression discontinuity, там третий набор методов. И вот когда у вас есть панельные данные, такого вообще близко нет. И все методы как бы фрагментированы. Одни вот в такой ситуации применяются, другие в такой ситуации применяются, третьи в другой ситуации. Вот такой generic метод, который, окей, у меня есть панельные данные, как мне оценить эффект? Такого нет. Но есть какие-то попытки приблизиться к такому. Вот, например, matrix completion, estimation. Это вот одна из таких попыток. Как бы хорошая попытка и хороший метод. Не до конца пока понятно. Поскольку он хорошо работает в разных приложениях разного типа, ну и для каких-то задач он работает вполне разумно. В наших симуляциях он был всегда достаточно компетитив. То есть не то, чтобы он был как бы прям выдающимся, но достаточно компетитив. Окей. Автокодалинференс, это я прочитала в материалах Майкрософта. Там была в КДД на эту тему. Вот, и там они как раз говорят, что уже появляются такие библиотеки. Ну, надо понимать, что когда... То есть, я не знаю... То есть, я не видел их докладов, но когда я смотрел на то, как, вот, на этой секции выглядит causal inference, это была такая, я бы сказал, perspective from economists. Есть perspective from the sciences. И она другая. Вот. Есть такой достаточно великий человек Judea Perl, который как бы разрабатывает все эти causal graph models. И там действительно возникает задача автоматизации. То есть, где там есть... Там есть какие-то общие идеи. Идея в том, что вот исходя из этих общих каких-то идей можно сделать такой causal discovery, можно делать автоматические какие-то вещи. Есть комьюнити большое, которое этим занимается. Это очень интересно. Пока что консенсус среди экономистов в том, что не так много есть evidence, что это хорошая работа для экономических задач, но как бы в будущем, возможно, этот evidence появится, и тогда, конечно, надо будет все использовать. У нас на следующей неделе будет доклад от Артема Гадецкого из группы Дмитрия Ветрова по айсовских методах. Но там, правда, что-то получилось больше про проблемы оптимизации, чем такое какое-то описательное история про сами эти задачи. Я что-то вспомнил, у McKinsey секция была, и там был один доклад про causal inference, и они там рассказывали про библиотечку. Блин, забыл название, потом скину. Суть в том, что ты ей закидываешь табличку, она тебе сначала рисует граф связи, ну, корреляции по сути по этой табличке, и потом ты такой смотришь на эти корреляции и говоришь, что нет, тут все наоборот, перерисовываешь этот граф, и после этого она тебе считает эффекты. Ну, да, это вот как раз связано с тем, что я только что рассказывал. То есть я не знаю, какая библиотека, но это вот как раз подход, который идет из Computer Science, о том, что я могу взять 50 переменных, у меня по ним много наблюдений, я пытаюсь разложить их на условно независимые, если, например, я верю, что они все нормально распределены, я их там сформировал, что они нормально распределены, тогда независимость выразится в некоррелируемость, и вот дальше я посчитал эти корреляции, выбрал те, которые не очень большие, и вот построил такой граф. Вот есть люди, которые этим занимаются. Насколько, опять-таки, это применимо к реально экономическим, спасибо, реально экономическим задачам, это, так сказать, сложно. Ну, пример, который… Ну, то есть, да, то есть, скажем так, концессус такой, что в ситуациях, когда все сложно, то есть, если я возьму, представь себе такой пример, что я возьму и применю эту идею к, не знаю, к макроэкономике. Вот я возьму там 15 макроэкономических переменных и попытаюсь построить по ним козл граф. Ну, как бы, некоторые экономические, говорят, что они там все будут друг на друга влиять, да, потому что, ну, знаете, что-то экзогенное в макро достаточно сложно. Но при этом этот козл граф, он мне скажет, что, на самом деле, вот одно влияет на другое и так далее. Поэтому, насколько стоит этому, там, насколько, опять-таки, это работает в сложных ситуациях, где мы действительно мало чего знаем про данные, непонятно. Насколько это работает в простых ситуациях, но, как бы, не очень понятно, зачем тогда это нужно, потому что ситуация простая, и мы знаем, что нужно там, что нам интересно влияние конкретно вот этой переменной или конкретно вот этой переменной, тогда не очень понятно, зачем нам строить большой козл граф. То есть, в принципе, здесь происходит такой трейд-офф. То есть, кто-то хочет такие абстрактные, ну, то есть, general methods, которые, вот, действительно, можно взять данные, запихнуть их и получить ответ. Кто-то хочет быть более cautious и говорить, что, ну, знаете, нет, я хочу гораздо лучше понимать, что я конкретно делаю. То есть, я хочу, чтобы алгоритм был, как бы, transparent и robust, и я понимал, что на самом деле происходит, и если там моя модель не очень верна, я все равно понимал, какой будет ответ. И вот происходит некое столкновение таких вот разных парадигмах. С одной стороны, парадигма, что давайте мы придумаем такое, в каком-то смысле, черный ящик, который будет нам давать то, что нам нужно. Другая парадигма – это, что давайте мы будем строить, ни в коем случае не черный ящик, можно более прозрачный, потому что мы хотим очень хорошо понимать, что происходит, потому что от того, что происходит, зависит, как бы, что делать. Мы не хотим принимать решения, не понимая, что, как, на чем они основываются, на чем основываются выводы. Как обычно интеракшн этих вещей, как бы в интеракшнете нуждается что-то интересное. Я уверен, что в будущем и все эти идеи, они найдут какое-то применение, и подход основанный на causal grass, и подход основанный на более детальном изучении каких-то вещей. Так что, я думаю, что все очень интересно, просто надо быть аккуратным. Я бы еще дополнила здесь, что кто-то хочет быть еще, может быть, несколько манипулятивным, поставив те взаимосвязи, которые ему хотелось бы видеть, игнорируя другие, получить тот эффект, который хочется получить. Это верно, как мне кажется, и для бизнеса в некоторых применениях, и для макроэкономики тоже. Наверняка нет, я уверен, что особенно если есть... Сразу настороженность здесь возникает, и могут быть математические методы, затем связанные с causal grass, исключить ситуации, когда ты придумал то, что тебе хочется, и те взаимосвязи, как ты их интерпретировал, и получил тот эффект, который хочешь. Ну да, это очень хороший ответ вопрос, что если у меня действительно есть уже какая-то проверка, то есть тот человек что-то написал, а давайте я возьму его проверю. Это, кстати, хорошая идея, мне кажется, пытаться так делать. Ну, наверное, опять-таки, мне кажется, что все методы хороши, если их использовать для тех задач, для которых они придуманы, и понимать, зачем ты их используешь. В реале, наверное, нужно, чтобы более доказательности выглядело, допустим, получить примерно похожий ответ несколькими методами, хотя бы пара методов, получить эффект близкого обостре. Это одна из мотиваций. Вторая мотивация, которая на самом деле приходит, это один из подходов, да, такой, там, второй подход, это то, что если вы используете что новое, то часто хорошо бы протестировать на том, его на том, что вы знаете, где, как бы, где ответ хорош. Ну, это когда-то такая очень, опять-таки, компьютер-сайенс идея, что, как бы, у меня есть бенчмарк задачи, и я хочу, чтобы все, что я придумал и новое, хорошо работал на этих бенчмарк задачах. Вот в экономике долго такого не было, никто это не делал, но в последнее время появилось некоторое устремление к чему-то подобному. То есть, есть класс примеров, и если мы хотим понять, что у нас есть новый какой-то алгоритм, и он хорошо до сих пор работает, мы хотим, чтобы то, что он давал нам make sense конкретных разумных примеров, которые мы хорошо понимаем. Поэтому, мне кажется, с точки зрения бизнеса, это тоже была хорошая стратегия, когда у нас есть клад задач, которые мы, на самом деле, понимаем, как решать. И каждый раз, когда мы придумываем что-то новое, мы пытаемся это применить сначала к задачам, где мы более-менее знаем, какой правильный ответ, и посмотреть, получаем ли мы там то, что мы, как бы, читаем разумно, и уже потом, как бы, используем это еще. А есть ли какой-то чек-лист, как проверить какое-то исследование на вот такие манипуляции? Просто часто бывает, когда кому-то что-то вот целенаправленно надо показать, какой-то эффект, и начинаются там какие-то переменные выбрасываем, какие-то смотрим здесь, здесь не смотрим. Ну, что я могу сказать? Нет. Нету в вашей теории есть, но в экономике часто, как бы, то есть есть, как бы, ну, то есть, скажем так, это как-то просто отвечу. Есть рефери процесс, который должен, по идее, делать, да. Это раз. А во-вторых, есть общее некое стремление доверять результатам, которые, ну, как бы, алгоритмизированы, в каком смысле, с которыми стоит какой-то алгоритм, а не discretion человека. Ну, то есть, например, вот есть LAS, да, как регуляризация, там, в регрессии, да, ну, там LAS, например, выбирает переменные, в том числе, да, потому что какие-то будут занулины. И одна из мотиваций, почему, например, имеет смысл использовать LAS, это не только потому, что там хорошо работает, и работает, когда есть много predictors, но потому что он делает автоматически то, что иначе бы люди делали руками, да, то есть человек может сам выкинуть какие-то переменные, это было бы не очень хорошо, а тут целево выкидывает алгоритм. В целом, вот эта алгоритмизация, когда, как бы, мы говорим, вот ваши данные, вот ваш метод, скажите нам, как вы применили этот метод к этим данным, вот, как бы, ничего не тая. Это, как бы, ответ, это способ борьбы, как раз, с какими-то манипуляциями. Но понятно, что если есть манипуляции в данных, или понятно, что если есть, есть просто какие-то другие вещи, которые мы не учли, то с этим бороться но очень сложно. Манипуляции в данных какие-то можно находить, какие-то нельзя. Вот, если хорошо взят манипуляции в данных, то никогда ничего не найдешь. Вот, если хорошо, если не учтены какие-то важные переменные, просто потому что я их не написал, вот, то как можно понять, что они могли быть только, как бы, исходя с какой-то общей логикой. Окей. Ну, Антон, в случае, мы просто опять там делаем независимое ревью тех АТ-тестов, которые происходят, эффектов, которые считаются в разных-разных ситуациях, и некоторых тоже исследований, когда проверяют какие-то количественные гипотезы. И, на самом деле, когда ты занимаешься этим вот на постоянной основе и встречаешь кучу-кучу исследований, где, ну, иногда, вероятно, там, допустим, конфликт интересов какой-то, то просто набираются вот действительно как чек-лист. То есть он получается тех стандартных вещей, где могут быть уязвимости, где могут быть неустойчивости в решениях, и возможно его создать. То есть просто для каждой области он будет свой. Вообще нам, конечно, надо сделать на тему доклада, я думаю, какие-то такие стандартные проблемы. Нет, это было бы очень интересно, пока что… Мы все хотим, но никак времени не остается. Нет, я думаю, что, в принципе, если речь идет, скажем, об организации, в этой организации стоит задача построить систему, которая будет detect что-то типа такого типа fraud, я думаю, что эта задача, как бы, в нее можно, о ней можно думать. Да? Если стоит вопрос, типа, вот у меня есть конкретное исследование, которое мне прислали, да, вот с его данными, могу ли я понять, были ли в нем какие-то манипуляции. Ну, я думаю, что, если человек манипуляции делает налантливо, то понять будет очень сложно. А если человек просто, я не знаю, не включил какую-то переменную, потому что решил, что никто не заметил, то это, конечно, другое дело. Вот. Ну, ты намеренно там, пытаешься какую-то манипуляцию делать, просто, когда ты увлекаешься какой-то методологией, оценкой, ты можешь какие-то вещи пропускать. А когда ты направленно смотришь на устройство, то есть решение на его переименимость, то, ну, немножко взгляд другой. То есть это полезная история делать некое ревью, не то, что там кто-то специально хочет что-то сделать. А, окей. Да, это, конечно, полезно. В принципе, как бы, robustness, checks, это, знаешь, все. Чем больше разных способов посчитали, они похожи, ответы дают, тем лучше. Ну что, наверное, если нет больше вопросов, будем заканчивать.